О том, что православие – это религия слабых и убогих людей, или бабья религия, как недавно сказал отец Дмитрий Смирнов. Ну да, церковь наша сегодня больна. Много искажений и нарушений в ней происходит. Много всякого невежества и ослаблений. И многое из законов упразднено или претерпело так называемую экономию. Я вот по случаю залез в интернет, захотел исследовать это слово, нашел там целую страницу с текстом. Я вот, наверное, одну сотую часть вынес, вот как определение, и хочу сейчас зачитать. Значит, экономия из греческого – управление устройства – термин, используемый в современной философии, для описания способа связывания упорядоченных и неупорядоченных частей целого. Исследование экономии целого обнаружено в нем уклонение от единой логики. Так что целое представляет самой внецелостности, как саморазрушающиеся. Экономию можно описать как игру без правил. Вот такое определение этой самой экономии. Народ, который себя сейчас называет воцерковленным, не желает нести ни малейшей эпитемии, ни полновесных постов. Заботы этого мира вобрали в себя уже человека целиком, и человек не в силах сопротивляться этим самым несобладным мира. Православный человек сегодня не выносит никакой критики в свой адрес. Хотя отцы нашей веры, наоборот, учат нас внимать и прислушаться к наставлениям и обречениям. Вот сегодня священнику невозможно просто обличить своего прихожанина. В противном случае тот просто повернется спиной к нему и уйдет в другой храм. Ведь храмы-то у нас как грибы растут. Они-то храмы все краше, а нравы наши все тускнее. Вот хотелось бы для начала рассмотреть такой вопрос. Есть ли смысл вкладываться в строительство храмов, если все средства можно для начала перенаправить в образование и просвещение народа? На днях мне Сергей Чистяков прислал видео, которое я заснял на видеокамеру. Сергей, можешь прокомментировать свой ролик? Ну, конечно, послал. Снимал и снимал, в общем-то, намеренно снимал. Потому что действительно стоит храм. Храм стоит возле огромного комплекса. Но построился он не комплекс возле храма, а построился храм возле комплекса. Потому что я был свидетелем того, что мы собирали даже пожертвования. С пожертвованием на постройку этого храма уже в работающем комплексе. Вот. Вот такое у меня впечатление сложилось, что там, по-моему, никого нет. Вот я снял видео, что действительно поток машин такой огромный. А населенного пункта вблизи храма должен быть полиход, насколько я понимаю. Но населенного пункта вблизи нет. Именно вот такой развлекательный комплекс. Машины, люди, строянки огромные, все в Ассадии, все в Бетоне. Как-то не так. Понятно, это ж лучше, чем если бы они построили там еще какой-нибудь торговый центр добавочный. Это ж все равно лучше храм. Красиво же. Такой мишуры православный, как этот храм. Сейчас, ну, если честно сказать, без преувеличения 80% таких храмов сейчас в России, которые просто являются составляющей городов, которые не являются сутью, которые не привлекают в жизнь людей Бога, которые привлекают людей в свой приход для непонятно каких целей. Вот проблема православия. То, что этот храм построили, ну, слава Богу, может быть, когда-нибудь он заработает, может быть, когда-нибудь он даст людям то, чем он по сути своей является. Но, если посудить, сегодня 80% церквей является именно вот такой вот мишурой, внутри которых, да даже Духа Святого нет. Там, потому что там уже настолько все уничтожено, вот это сердца людей, настолько люди туда идут не за тем, зачем шли те же 150-200 лет назад. То есть, сегодня это большая проблема. То есть, люди там не приобретают ничего, потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. А церковь, в которой нету проповеди, это не мертвая церковь, мертвый храм. Михаил, что ты хотел сказать? Да, я хотел сказать, что церковь, она не мертвая. Это потому, что мы здесь собрались. И не мертвая можно увидеть не потому, что есть люди, которые в этой церкви находятся, которые нельзя назвать их мертвыми. Которые проповедуют и благовествуют, и несут Слово Божие. Это осталось 60-20 процентов, да, безусловно. Но я говорю о тех церквях, вот на сегодняшний день у меня в жизни такая тоже ситуация, что мне очень многим людям приходится советовать тот или иной храм, ту или иную церковь, куда им пойти, чтобы не погибнуть. То есть, приняв какую-то истину, приняв какое-то особое откровение и любовь ко Христу, ну, как минимум родившиеся во Христе. Людям требуется какое-то назидание, какое-то слово, укрепление. Они младенцы, они погибающие. То есть, они все равно, им требуется материнская и отцовская поддержка. А на сегодняшний день вот эта беда православия, что я даже не могу посоветовать людям какой-либо отдельный храм, в котором они не погибнут. Они дети, это как младенцы. На сегодняшний день для меня вот многие храмы, это как ребенка взять, бросить посреди храма. Он там умрет с голоду. А на сегодняшний день люди голодают, голодают по слову, голодают по истине. Голодают по чистоте общения между христианами. А у нас сейчас этого нет. Рознь, рознь. Саш, но голода, я думаю, особого нету, потому что ищущие всегда находят. Мы говорим о младенцах, мы говорим о детях. Как может младенец 4-месячный что-либо найти? Его надо принести, оставить и доверить кому-то. Да, мы удеремся к этому вопросу обязательно, потому что они будут на повестке. И вот сейчас мне хотелось бы начать по порядку. Значит, сначала начнем с канонов. Какое отношение вообще у нас в православной церкви к канонам? Я вот хотел бы к Юрию Соболеву обратиться с этим вопросом. Юр, что можно сказать сейчас о положении канонов у нас в церкви? Ну, предыдущие выступающие, в общем-то, уже сказали о каких-то проблемах церкви, о том, что, собственно говоря, народ не научен, народ не знает Евангелия. И уж тем паче, в общем-то, мы должны сказать совершенно уверенно, что и канонов-то тем более не узнаем. Более того, если мы их не знаем, мы их не соблюдаем. Поэтому, конечно, ситуация с соблюдением канонов в современной церкви, она будет полно плачевна. И поэтому, скажем так, сказать, что больше половины канонов нарушаются, ну, это просто можно как бы не глядя, не боясь ошибиться, сказать. Потому что, наверное, ситуация сегодня такая, что нарушается вот еще больше, и причем нарушается, наверное, повсеместно. Нарушение – это одно, а упразднение канонов. Вот к упразднению относится просто даже к незнанию. Люди просто даже не представляют себе понятие канон. Что такое канон? Они, наверное, где-то слышали, они понимают, что такое канон. А канон есть закон, как вело существуют законы какой-то жизни человеческой, простой, так и в церкви существуют законы, называемые каноном. Вот почему у нас в храмах, в церкви вообще не говорится о канонах? А канон – это неотъемлемая часть церкви. Потому что они нарушаются, поэтому и не говорится, наверное. Ну, мне, знаете, кажется, что нарушения, они идут в первую очередь от того, что они, каноны, никому неудобны. Но имеется в виду тем, кто серьезно как-то относится к вере. Кроме тех, я имею в виду. И, наверное, в первую очередь слово «священник» имеет очень решающую роль. Потому что как строится проповедь, как направляется приход, во многом зависит от священника. Есть отдельные люди, которые там сами копаются, сами интересуются. Но в основном нужно направление. Но так как все люди чаще всего настроены на более легкий путь, и поэтому канон – это все-таки ограничение какое-то, то как-то оправдываем, между прочим. Не просто не желая, а просто сами себя мы оправдываем и не следуем канонам. И вот я думаю, в этом главная проблема. Вот в нашем приходе, разговаривая со многими людьми, все в основном говорят, что они все заканоны. Но когда заходит речь о каких-то конкретных моментах, то тут же человек говорит, ну да, я вот это пока не могу делать, или даже пока не хочу. И получается так, что когда все заканоны, а когда коснись исполнения даже саморуж, не говоря там священникам, к ним претензии предъявлять-то нужно бесконечно, но можно бы из себя начинать. Вот с этим тоже проблема. И это, я думаю, что главная причина – общее расслабление людей. Вот. Но надо начинать все равно. И здесь, конечно, вот мы сейчас, вот в нашем приходе, во всю церковь не могу говорить, все-таки, мне ближе и понятнее, как у нас жизнь идет. Ну вот, буду с собой разговаривать, и вижу, что многие люди понимают, что очень тяжелое положение у нас сейчас в церкви. И все понимают, в основном, ну я с мужчинами в основном разговариваю. Вот у нас так приход сложился, так, что у нас удовольствия молодые все люди, и такие деятельные мужчины. Вот. Всего за то, чтобы взяться за каноны, за правила. Начать их, во-первых, изучать, и потом постепенно применять. Может быть, вот таким путем можно и двигаться. Именно начиная с себя. Вот Александр… Я уж так немножко долго, но чуть-чуть. Еще минуту. Александр жиро беспокоится за порядок и положение нашей православной церкви. Но здесь Александр выход один. Только самим в этой церкви жить начинать и пытаться наводить какой-то порядок в меру наших сил. Вот и все. Мне так кажется. Михаил. Я хочу сказать, что я когда пришел в церковь, одним человеком, сейчас он агумен, мы с ним разговаривали. Он учился в семинарии, и у него были проблемы с тем, что он хотел выйти из церкви. Но у меня тогда было уже понимание, что мы в церкви ни в том случае нельзя выходить. Ну вот сейчас и будем. То есть находясь только в церкви, можно ли что-то делать. Но не вне церкви. Какая бы она была церковь ни была, какие бы мы не были слабыми, немощными или такими-то легионами, но и церкви, она есть истинная церковь. И в том случае нельзя выходить. Потому что, если ты выйдешь, то ты идешь вот прям вне, и просто с стороны, как говорится, никакого значения ты не будешь иметь на церкви. Люди вот ищут какой-то любви. Да нет, там вот они плохо относятся. Нет вот. Почему в церкви так мало любви? Как так мало? В чем вообще это выражается, любовь? Любовь выражается в том, что мы говорим правду своим близким и братьям, и родным, и всем. Какая бы она была правдой, не больная, это мы должны брать примеры из Священного Писания. Так Священное Писание говорит о том, о тех людях, которые жили тогда, еще в детское заветное время, не скрывали. Никаких грехов Священное Писание не скрывает. Что бы что ни сделано. Вот же Давид, или там, священник Илья, у которого сыновья были там распутные. То есть, Слово Божие должно быть на первом месте. И мы не должны Слово Божие интерпретировать по-своему, как-то, или как-то притуплять лезвие Слово Божие, оно не резово нас. Возьмем 300 лет назад историю нашу. Вот я уже пятый раз просматривал на днях фильм «Раскол». До тех времен, пока еще, как говорится, на Руси было единое православие. То есть, ни о каких сектах у нас тогда еще и слыхом не слыхивали. И что-то любви вот такой вот сектантской я там особо и не находил в нашей истории. Там, как говорится, была строгость. И вот в этой строгости люди воспитывались и во Христе возрастали. Чего же мы сейчас вот так умолились все, и не можем вынести даже малейшего какого-то подвига. А все ищем какое-то, как говорится, послабление каких. Дайте нам поменьше да пожиже. А кто это ищет? То есть, Сергей, никто не ищет такой любви. Все люди сейчас ищут взаимопонимания, поддержки, какого-то расположения к ним. Потому что все приходят в церковь в основном по причине своих болезней, по причине своих проблем жизненных, по причине того, что у них в жизни что-то случается тяжелое. И когда приходит человек в церковь, он хочет какой-то поддержки. И поспускает, говорит, апостол Павел сказал, кого-то страхом, кого-то любовью. То есть, мы должны, все равно человек приходит. То есть, он уже не должен идти просто так. Он не должен идти разочаровавшимся. То есть, люди зачастую сейчас приходят, они и слышат только не то, что нужно в церкви. Ты не так одет, ты не так обут, ты не так сделан. То есть, наоборот, должны зацепиться за него и схватить его. Когда будет священник, когда пастор церкви будет на самом деле держаться за своих людей, когда будет понимать за каждого из них ответственность перед Богом, когда будет понимать, что если хоть один попадет в ад, он будет также вместе с ними гореть в аду, то тогда изменится. Вот это и есть любовь, которую ищут люди. Все сейчас извратилось. Конечно, секты, все эти моменты, они примешали в качество любви что-то свое. Но основа-то любви, она нерушимая, неизменная. То есть, основа любви, она в расположении, в том, чтобы ты в церкви ощущал себя дома, чтобы ты в церкви ощущал себя в семье, то есть, среди братьев и сестер поистине, в Иисусе Христе. То есть, темы, которые ближе, чем родные братья, ближе, чем родители, ближе, чем мать. То есть, те люди, которые тебя никогда не оставят и не предадут, которым ты позвонишь в любое время дня и ночи, и которые будут за тебя молиться и накроют тебе покушать и уложат тебя у себя дома спать. То есть, вот она чистота общения между христианами. Если говорить о каких-то там завышенных моментах, это никто не требует какой-то там любви. Любовь – это такое понятие своеобразное, а вот любовь в церкви – это именно дружба, то есть, истинная дружба во Христе. То есть, такая преданная, такая единая. Ну, я вот, я не знаю, я такой дружбы, по крайней мере, вот, не встречал. Я вот общаюсь с людьми, вот, как говорится, опять же, и с сектантами тоже общаюсь, различных сект, люди. Вот, и они, рано или поздно, все равно, вот эта видимость любви, она, опять же, куда-то заходит в тупик и оказывается предательством просто простым. Как говорится, вся эта любовь – лицемерие одно. Если уж я вижу искренних людей, то они почему-то оказываются только в православии. Я же не перевожу, Сергей, в пример секты. Я говорю о православии. Есть церкви достойнейшие. Есть церкви, в которых их немножко. Когда немного людей, конечно, с ними легче как-то совладать. Сегодня слишком много мамоны, слишком много не тех ценностей. И люди приходят в церковь вообще не за тем. Приходят освещать какие-то свои материальные бесовские вещи. А человек должен приходить освещать свою душу. Пкается. Единственное желание за... Люди, да, Сергей, ты говоришь, люди просят молитву за себя. Я молюсь за людей только в одном, правильно? То есть я прошу только в одном, чтобы Господь дал им покаяние. Все равно как. Если они болеют раком, дай им пять раков. Хоть десять, хоть сотню. Дай им только покаяние, чтобы они спаслись. Чтобы в этой жизни пусть они страдают, но в после жизни пусть они радуются. То есть для меня вот это важнее. Я никогда не молюсь за исцеление человека. Я молюсь за покаяние человека. Потому что это есть исцеление души. Вместе с покаянием приходит исцеление плоти. Но по-другому вообще не было. Гис, какой у тебя? Покаяние — это полная капитуляция. Признание себя совершенно мертвым, безжидным. Признание того, что ты совершенно не можешь ничего сделать. И говорить о Христе можно только тогда, когда ты сам подражаешь Христу. Не на словах, а на деле. То есть православие — это не теория, а практика. Практическое православие. Теоретически мы можем рассуждать бесконечно об этом. О Христе говорить. Можем бесконечно говорить о Христе. Но пока я не подражаю Христу, и пока мои мысли, мое понимание не соответствуют пониманию апостола Павла, апостола Иоанна, апостола Петра и самого Господа Иисуса Христа, о чем я могу учить народ или говорить ему? Я должен эту планку не понижать до уровня своего понимания, а должен стремиться к пониманию того, как понимали апостолы, как понимал Христос, домостроительство, спасение человека. И поэтому я должен быть в себе абсолютно безжалостным. Я должен резать свое «хочу» и «не хочу». Я, может, этого не хочу, а Христос говорит другое, или апостол Павел. Я должен капитулировать и признать, что я... Ну, в общем, подражать апостолу Павлу и пониманию того, что говорит апостол Павел. А у нас это... Мы понижаем эту планку до такого уровня, чтобы нам ничего. То есть наши желания исполнялись, наши хотения, наши стремления. Вот я хочу любить. Хочу, чтобы меня любили. То есть разбавление православия нашей веры неким язычеством таким вот, вливание, как говорится, в одну посудину всякой бурды. Да, мы должны вникать в себя и в учения, заниматься этим постоянно. И так поступая, тебя спасешь, и лучше еще тебя. Апостол Павел сказал, мы со всеми должны быть, как все, дабы некоторых спасти. То есть сейчас, даже в нашем сегодняшнем общении, наша задача поговорить не о том, как самих себя спасти, потому что мы уже на пути ко спасению. И наше спасение только от спасения других. Здесь наша задача разобраться в том, как помочь другим людям. И если они требуют сегодня любви, мы должны дать им любви. Если они требуют чего еще, мы должны дать им это. То есть мы должны людям, мы должны, потому что мы должны привести людей ко Христу. Он за нас плачет, он за нас был распят. И он нас всех желает видеть в Царстве Небесном. Если в нас хоть какая-то гордыня рождается, и мы говорим, мы не должны, мы не это, времена не те, это мы идем против Христа. Мы должны быть со всеми, как все, дабы хоть некоторых спасти. Не будучи противными Богу. Противным Богу. То есть мы должны все сделать в своей жизни для этого. Апостол Павел говорит, ну и обличайте. А в другом месте говорит, скрутостью наставлять противников не даст ли им Бог покаяния к познанию истинности. И поэтому не я, вот я разговариваю с человеком, я его сердце не вижу. Я вижу только внешние признаки какие-то. А вот я могу говорить много слов, но они могут быть абсолютно бесполезны и пустыми. Бог видит в сердце человека, и он его открывает. А если я не буду говорить, живу не по слову Божию, не по правде, и еще это возомнило себе, что я должен привести человека по Христу. Ну вот это и есть гордость, что я сам о себе думаю выше, чем я есть на самом деле. Бог приводит по Христу человека. А я только могу свидетельствовать и своей жизнью, и своим словом, и своим примером могу показать, где, куда ему двигаться. Ну, естественно, конечно, личная жизнь, она не отрицает ее проповеди. Юра, а может у тебя здесь что-то сказать? Ну, собственно, я хочу присоединиться к предыдущим братам, потому что мы говорили все абсолютно верно, все по делу. Здесь надо вспомнить слова, что за Духа Христова не имеет, это не его. И поэтому вот именно стяжение Духа, это прообразование себя, вот, я говорю, из этой дворы, которую мы представляем в некую любоподобную единицу, только тогда мы способны встать вот на той живой проповеди, которая может явить Христа и, собственно, повыть за собой. В этом смысле, вот, само учение Семенового Богослова, битер, так как и представляется бы тот идеальный вариант монашеса, какой он должен встать, да? То есть человек должен отречься с себя, чтобы стать и сделать вот эту одну летящуюся точку благодати Божьей Мири зажечь в темноте другие. А понятно, если, скажем, ты сам мурт, то ты, разумеется, не можешь не то, что тебя живет, ты лихо живет, ты себя сначала должен как-то привести в порядок. Вот, поэтому, собственно говоря, отсюда все проблемы нашей сегодняшней церкви. И возвращаясь к вопросу о канонах, о канонах, да. Можно, в общем-то, и то же сказать, что канон технически можно выполнять эти каноны, технически, но опять же, от них не будет только, если, скажем, в человеке нет жизни, если в человеке нет бога, если в человеке нет духа. Ганонов в церкви боятся. Их боятся очень сильно. Почему? Потому что считается, что если будут выполняться каноны, как написано, то есть будет четырехстепенное, так сказать, покаяние и длительное покаяние, и пяти меня, да, то народ разбежит в церкви, и церковь не будет садить. И поэтому говорят, что мы не способны на то, чтобы исполнять эти каноны, потому что они были даны тем людям, которые были значительно сильнее нас, духом и так далее. В общем, ищут любые отговорки, чтобы не выполнять, не исполнять, не послушание проявляют через эту церковь, потому что церковь не только сегодняшний мы, патриарх, священники, я, но церковь еще и Иоанн Богослов, и апостол Павел, и Григорий Погослов и так далее. То есть все святые отцы, которые жили и дали нам эти правила, это и есть церковь. И мое послушание заключается только в том, чтобы я не понижал планку, а стремился к тому, чтобы эту планку достигнуть, этой планки, этой высоты. А у нас наоборот все хорошо получается, что мы планку понизили и, собственно говоря, сказали, а нам и так хорошо, а мы не так будем жить. А мы не способны. Неправда, ложь это. Это самообман, что бывает. Вот у Александра прозвучала такая мысль, что любой приходящий, как он там одет, ему надо оказать внимание и прочее. Здесь, наверное, немножко такая опасность есть. В основном, вот к чему мы пришли сейчас, это следствие того, что не надо ни на что смотреть. Если человек пришел, надо обязательно, какой бы он ни зашел, пусть он заходит. Самое главное, чтобы он зашел. Об этом все время твердят фактически священники. Но это неправильно, на мой взгляд. Что внешний порядок, он должен соблюдаться. Если мы приходим к кому-то, как говорится, в чужой монастырь, мы не должны со своим туда-мусталом ходить. Даже если нам очень тяжело. Если следует одетым быть, надо одеться. А дальше, пожалуйста, с этим человеком можно разговаривать и все. Но надо начать. С внешнего порядка. Потому что я считаю, что это самая опасная вещь. Вниманию вот этому не уделять. Да, я тоже так думаю, что это очень опасная вещь. Потому что вчера вот буквально был пример такой. Я общаюсь с женщиной, с одной. Она при храме. Ну, я говорю, а фотографии стоят, она там все больше в штанах-то, таких в обтягивающих. Ну, вот сменила бы, говорю, штаны-то на эту, на юбку, было бы все замечательно. А она мне отвечает, да вот я боюсь приходящих в храм-то соблазнить этим самым, то есть оттолкнуть этим. Понимаете, как насколько вот уже вкралась голову людей, что да, буквально перевернулась с ног на голову у всех. Да, Саша? Я как бы не говорил, что я там за какой-то неудобный после своей души. Я говорил, что когда человек приходит, первый раз пришел, когда он, вот он тепленький, для того, чтобы его укрепить, чтобы его привести к Богу, чтобы он все-таки очнулся, пробудился, проснулся, то это момент не для того, чтобы его обличать и как-то уничтожать духовно, а это момент, чтобы его обнять, обнять и рассказать ему о Боге, рассказать им о том, в ком спасение, в ком решение его проблем, в ком решение его жизни. Это такой момент, моменты вообще, ну, психологических всяких тяжелых стрессов у людей, им нельзя говорить о том, что ты плох, потому что он и так это понимает, раз он довел свою жизнь до этого. А если его еще начать, конечно, в конце стоит ему сказать, что дружище, ты немножечко неправильно оден, то есть, нет, еще раз приходи, конечно, мы тебя всегда рады видеть, но немножечко соблюдай как минимум уважение, то есть, он должен это понять, и когда человек это не понимает, пришел за поддержкой, за помощью, а зациклили все на другом, то есть, и причем зацикливаем, это часто происходит настолько как-то так активно, настолько так уничтожающий человек, вот последняя зачатка, он вроде идет в церковь, люди идут реально как за последней надеждой, они зачастую вот после таких нападков выходят и залазят в петлю. У людей беда, беда, проблема, то есть, людям надо не обличать, обличение, это тоже серьезный такой труд в духу, потому что, обличить человека просто так взять на него, наорать и сказать, что ты одел штаны, ты такой негодник и богохуйник, нет, человека надо через любовь обличить, объяснить, что ты знаешь, это неверно, потому что это может как-то быть провокацией со стороны других людей, это может быть так-то, так-то, то есть, некрасиво немножечко, потому что кто-то, то есть, как-то любят, то есть, я вообще живу Евангелием, я живу словами апостола Павла, то есть, Для меня это основа моей жизни. Я понимаю, что каноны церкви это важно. Но каноны церкви были упразднены очень-очень медленно. Сотнями лет они упразднялись один за одним. И наладить их и вернуть в церковь сразу не получится. Разрушатся последние зачатки в сердцах людей. Их также возвращать надо постепенно. От обратного. Как они уходили, так они должны возвращаться. Их не вернуть в один день, не вернуть в год и в пять лет. Потому что сейчас очень сложные, очень материальные, не озабоченные времена. И также в силу материальной озабоченности уходили уставы церкви. Уходили один за одним. А сегодня, видите, на всех можно будет наложить всякие запреты. И храмы останутся пустыми. И церкви все нужно будет закрыть, так как они половина осрамлены всяким сбродом, который в них приходит. Но не в этом же основа. Если бы мы были законом освобождены, то тогда зря за нас был распят Христос, сказанным в мире. То есть здесь нужно заметить, прежде всего, сердца людей, которые погибают. Если мы начнем вытаскивать их сердца, то с каждым новым днем, ну, по крайней мере, я, я хочу все больше и больше знать законов Божьих. То есть когда мы познаем Христа, мы возвращаемся к закону. Законы, они не возвращаются постепенно. То есть все, что это бросить вредную привычку, нужно одноразово броску, так же и возвращение тех же законов в церковь. То есть это одноразово делается. Есть, в самом деле, почему-то вот чаще всего, вот я Александр в данном случае это продемонстрировал, почему-то какие-то крайности обязательно предполагаются. Ну, естественно, крайности, когда даже не говорим, потому что все-таки христиане. Поэтому никого там, только он зашел, не надо бить по голове, кричать на него, но это как-то даже не предполагается. Ну, такого и нет, да, я думаю, и такого и нет. Может быть, вот вначале как-то было, а сейчас, мне кажется, в другую храбость ушли. Сначала всех как-то там, по ушке, может быть, по старинке удаяли, а сейчас, наоборот, уже все молчат. Мы кровь А благоразумим. Мне надо больше, что только он зашел, чтобы так накидывался. Если есть любовь, то ты должен предупредить об опасности, которая подстерегает ту или иную душу. Когда Бог сказал, что ты смертью и умрешь, Он это сказал не потому, что это, Он не любил Адама, а Он предупредил его о большой опасности, которая подстерегает его. Мы должны брать пример из Господа Бога, из Спасителя, из Апостола Павла. Он говорит, подражайте мне, как я Христу, Апостол Павел. Но Апостол Павел ей не забывал о том, что нужно говорить именно о том, какая опасность подстерегает. Он об этом постоянно говорил, что будь нигти, Царство Божие не наследует. Янецы не наследуют, Царство Божие. Если вы будете заниматься этими всеми делами, то вы не попадете, Царство Божие. То есть, если ты совершаешь грех, ты живешь в грехе, и пришел для того, чтобы на душе полегчало у тебя, и мы распираем это как бы и говорим, ну ничего, ничего, подожди маленько еще, может быть, это пройдет некоторое время, и ты вот справишься. Надо сразу человеку объяснить, в чем опасность его положения сегодняшнего. Если я сам из этого положения вышел, я это понимаю, да? А если я сам нахожусь в искушении, как этот священник, монах, то я должен понимать, что, если у меня вера есть, что это искушение от сатаны, и оно не просто для того данного, что это, а для того, чтобы ты понял, насколько ты беспомощен и слаб. То есть, тебе надо понять, признать свои поражения в борьбе с сатаной и самим собой. Своё «я» надо убрать сюда-то. Надо благодарить Господа Бога и за искушение, и за падение, потому что через это мы познаем самих себя. Вот такой вопрос о причине образования сект. Почему у нас сейчас вот раскололось всё так на мелкие-мелкие, и всё колется, и колется уже, насчитывается там более тысячи этих разнообразных формирований. Почему всё продолжает это делиться и делиться? Может, у кого-то есть? Я могу сказать, Сергей, ещё положение у нас в церкви, среди православных, ещё такое, что у каждого есть какой-то свой теологумен, то есть, своё мнение. То есть, мы в силу скажем какое-то своё мнение. Мы не соотносим своё мнение с тем, что говорит Слово Божие. Не сверяем. Для нас должен быть эталоном, Священное Пересание должно быть эталоном, по которому мы должны сверять, что мы говорим и как мы живём. А не просто, пришла мне какая-то хорошая мысль, она мне понравилась, я её полюбил. И мне, когда противное говорит Слово Божие, или человек, который лучше меня что-то знает, я сопротивляюсь. То есть, я должен научить благоразумию. То есть, я должен понимать, что я могу ошибиться. Человеку свойственно ошибаться. И поэтому он должен постоянно с этим эталоном стверять себя, свою жизнь, что он делает, и смотреть, кто тебе что говорит. То есть, Священное Писание должно быть на первом месте, оно и того. А у нас в Шеркви получается так, что мы, к сожалению, имеем каждое своё мнение. И это мнение нам нравится чаще всего. И мы его будем, или неим. То есть, опять же, возвращаемся по бранию Святых Отцов и их постановлений. То есть, всё вытекает одно из другого. Юр, может быть, у тебя есть... Да, я как раз хотел сказать в продолжение, как бы резюмировать, попытаться то, что было сказано ранее, и то, что вышли сейчас, собственно говоря, на сектанство, на отделение, на расколы. Здесь, на каждую причину, более глубинка, собственно говоря, онтологическая, и об этом нам говорит Священное Писание, собственно говоря, вознездие за грех смерти. Собственно говоря, вот грех, это главная причина отделения. Первая секта, по сути дела, это секта человек, который впервые отпал от Бога посредством нарушения закона Божьего. Вот, собственно говоря, вот это первая секта. Секта, как бы, человечества без Бога. И чем больше проходит времени, тем, в общем-то, ну, там, вот, ученые говорят о таком понятии, как энтропия, как бы наращивание, собственно, беззакония, так скажем, духовного. И, в общем-то, вот это вот расширяется. И поэтому, да, действительно, то, что сказали передающие братья, я абсолютно согласен с тем, что, в общем-то, та опора, собственно говоря, каноника, которая, лучше сказать, благодаря которой мы можем удержаться в законе Божьем, вот ее несовпределение, да, как бы, потране канона и так далее, оно еще более увеличивает, собственно говоря, количество вот этих сект. И здесь вот еще хотел бы заметить, что, собственно говоря, канон, он не кождественен закон. То есть, как бы, и вот о чем говорил Александр, если я не ошибаюсь, абсолютно верно, что на первом месте должна, должна стоять закон Божий, который, собственно говоря, есть любовь. А потом уже все-таки постепенно мы переходим к канону. То есть, в начале закон был уже, собственно говоря, закон. Это есть еще написание. А потом уже канон. То есть, вот, мне кажется, что, в общем-то, вот в такой последовательности, ну, наверное, как-то можно выбрать на первом месте слово Божье, а потом уже каноны, которые мы должны соотносить, собственно говоря, с... реакции, они, вот эти догматы, или догматы, как правильно, они, вот, на соборах они собирались, и именно основанием положено было Священное Писание этому всему. Они искали ответы именно в Священном Писании. Они не просто так, но вот на 7-м седневном соборе еще они там ссылались на предыдущих отцов в церкви, но на этих первых 6-ти Священное Писание стояло у них на первом месте всегда. Нет, с этим я абсолютно не спорю, это абсолютно так, просто как бы вот сама, ну, если угодно, психологическая, природная и так далее, природа канона, она все равно вторична. То есть, например, там, брюнгвестики, там, жи-ши-пиши-и, это закон. А синтакси, допустим, я пошел за хлебом, либо я за хлебом пошел. То есть, вот здесь можно сказать, это уже канон. Каноны, конечно, это священное Писание, каноны, потом, то, что написали Святые Отцы, предания, ну, Святые Святые. Собственно говоря, комплекс на этом стоит. но здесь тут же интересный момент такой, но у нас вся жизнь церковная это канон, поэтому говорить о том, что сначала любовь, ну, с этим, конечно, кто не спорит, любовь, она во всем любовь, но когда человек приходит в церковь, он приходит уже жизнь по канону, поэтому в первую очередь не должна разрушаться вот этот канонический строит церковный для вновь приходящего. Он тоже должен зайти в эту традицию, в этот порядок в жизни, а вот когда он приходит первый раз в сгорь или как, для этого есть священник, безусловно, к нему направляют этого человека, и, как правило, духовно-болевопытный человек это священник, он и первые шаги с этим человеком проделывает. Вот, а мы-то как раз говорим о том, что у нас сейчас разрушаются церковные устойки. Вот о чем у меня во всяком случае печаль, потому что все остальное там приложится обязательно. Любовь, она в церкви как бы изначально должна быть. Любовь, она не просто так возникает, она воспитывается, и она воспитывается Богом в человеке, а не просто так, вот я взял победил кого-то. Это нужно прожить опыт может быть это, ты просто полюбить весь мир или кого-то один человек в противне состоянии. Поскольку это и труд должен быть без труда, старший Божий трудом берется, а труд над своим с тобою над внутренним своим я на последнее место убрать, а волю свою именно чтобы она совпадала с волей Спасителя, Бога. Как Юрий сказал, я не напомнил научный термин, как это называется, но я своими словами не все. Ну да, вот это все больше раскручивание вот этого маховика, который уже неумолимо просто раскручивается, и вот эта мирская жизнь, она вливается повсеместно, то есть она вошла уже в каждую ячейку жизни. Как ее можно, как ее остановить, хотя бы приостановить этот маховик, неужели нет никаких возможностей? Это не в наших силах, Сергей, это можно только Господь сделать, мы можем только своей жизнью и снова можем свидетельствовать о том, что где правда, где ложь, а все остальное это только в силах Господа Бога. Отступление сначала должно быть до того, как придет Анфильтис, отступление будет в церкви. Мы живем в мире, который навеснующийся мир, собственно говоря, мы это видим. Не остановить этот маховик мы сами лично не в состоянии, но свидетельствовать, пишить по правде мы можем. Я вот выставил видео, значит, пятидесятники возле Рады в Киеве стоят и кричат, там многотысячная толпа огромная, ну, просто кричат, там прославляют Бога, ну, харизму, и привлекают, собираются вокруг них люди все и слушают. Украину, о мой Бог, мы молим Тебя, о великий Бог, яви Свою славу, яви Свою славу, благословение Твое, благословение Твое. О, Иисус, я ведь вас самому много земляного и Бог, кто бы восхищает свой голос за Украину, за Болезнию, за Болезнию. Они при чем, они же не стесняются вот этого, и каждый из них выходит, вот, и кричит, и рассказывает, вот, я думаю, вот, и этого именно сейчас не хватает, нести Слово Божие. Люди приносят свое многое, ищут своего, они не ищут часто того, что ты думаешь, что они ищут любви, они любви ищут самим себе. Для проповеди, конечно, и церковь подходит, храм. Ну, я вот заметил вот такой момент, не то, что заметил, а нет понимания того, что, что такое проповедь. Проповедь понимается у нас в православии так, что вот в храм пришли, и священник проповедует из Солвона. И в этом и заключается проповедь. Ну, приходят, вот, многие священники, я так раз говорю, говорят так, что придут, мы в них проповедуем, а чего еще надо? То есть, нет понимания того, что выкин там за ворота. Как кто-то сказал, если ты своей семье не можешь привести их к Богу, то куда уж ты рвешься там за порог-то? Может быть, поэтому на часть семьи хотя бы надо? Ну, Христос сказал, что в родите домашние, как говорится, практика-то эта, она тоже особо не работает. То есть, надо родиться свыше и ходить во свете, то есть, духи сведетов. все-таки проповедь нужна, тем не менее. Опять же, я сталкиваюсь часто тоже со священниками, которые говорят все больше, да зачем тебе это надо, занимайся собой, спасай себя, вот, а вокруг тебя там тысячи будут спасаться. Это обман. Обман ведь. Обман. Откуда у них вот такое убеждение, почему они так говорят? А мы люди компромисса. Мы все время пытаемся сделать, и пойти на компромисс. Экономия, или как там называется. То есть, мы хотим острый меч, это слово Божие, которое разделяет, то есть, это не жалеет никого. А мы его хотим это как бы прикупить, чтобы оно нас не резало. И мы стараемся уклоняться от этого, от того, что это не вполне, но, Боже, как оно есть. И здесь точно можно, да? Да. Мне позавчера один священник написал, опять же, там, на форуме, там, вот, он говорит, нужно личным примером, то есть, личным примером, я говорю Батюшку, но лично для одного, допустим, личный пример, там, кого-то, он, может быть, и чем-то, как говорится, знаменательным, но для другого, для другого он абсолютно ничего не значит. личный пример, вот, то есть, для личного примера у нас есть Христос, вот, и крест его, что же нам, чем же мы там личным примером показать можем, какие там у нас примеры, сегодня мы праведники, завтра мы падаем на самое дно, вот, так что слово, стесняются люди, вот, много людей, вот, опять же, спрашиваешь, стесняются говорить, некоторые, опять же, упираются в благословение, а кто, меня никто не благословлял, я не могу говорить, и опять же, как я буду говорить, если я не умею говорить, а то и стесняюсь, там, показаться каким-то, невежный человек боится. Сергей, а вот, уже, то, что, как бы, было сказано, вот, Михаил, даже, произнес, по-моему, вгляд, ключевое здесь, это, вот, рождение свыше, если человек рожден свыше, это значит, он жив, и, то есть, вот, момент полнейшей капитуляции, признания себя последним грешником, покаяния, но их сын был мертв, и ожил, вот, собственно говоря, это ключевое, и человек тогда начинает вопиять, и, в общем-то, с этого момента начинает проповедовать, и вот приведенный пример с харизматами в Киеве, это, в общем-то, вот этот пример, да, вот, рождение свыше, если я рожден свыше, это значит, я говорю. И, поэтому, в этом смысле, не потому что мы стесняемся, это все есть, это да, но именно этот момент, я рожден, я спасен, вот, и, вот, именно Дух Божий И говорит всем, я спасен, я спасен. А почему не спасен? А благодаря этому, потому что я спасен благодаря Господу Иисусу присутствует. Он этому и спаситель. Мы должны понимать, что мы стратимы в надежде. Конечно, да, да. После того, как говорит, кораблекрушение в любой момент мы можем это... И это... После крещения, после всего этого у нас начинается борьба не против плоти и крови, а против вухов Бога приюлезнет. Именно. И вот именно здесь вот, вот именно здесь вот должны мы опираться вот именно в этот момент на канон. Канон, а здесь вот... Да, и вот именно здесь вот это и есть... То есть вот я как бы, ну, там, не я, скажем, человек, вот он понял, что он спасен. А потом все, вот тебе вот эти пурочни крепкие, старые, вот это канонный цвет. И вот здесь ты давай держись. А вот сказано, исследуйте Духа, от Бога ли они... Есть же такая опасность попасть вот под обман, как говорится, Духа нечестивого. То есть не всякие глаголющее слово, он имеет Духа Святого, ведь так? Да, так. Мы приобретаем опыт от опытных, приобретаем умение, так сказать, видеть в Духах. И Господь, ведь вы не забывайте, что ты роднём свыше, и... Благодать Божия, она же не просто так, где-то в стороне, с отмещающей, отмещающей. То есть ты должен любую ложь, ложь, даже самую маленькую, отвергать. А если ты с ней согласился, то ты уже послал под власть сатаны. Ну всё это присутствует и у свидетелей Его. Что именно? И благочестие, и Божий промысел так же с ними происходит. То есть они чувствуют себя такими благодатными. Если ты сложил заодно, то у тебя глаза заскнули, что ты не видишь ложи. И сатана тебе накинул удар, и ты идёшь, когда он хочет. Так и свидетели Его, они просто-напросто не видят. Потому что они эту ложь принимают и любят её. Ну здесь как раз, вот видимо, важна любовь и знание священного писания и его толкование святыми нашими отцами. Поэтому всё проверяется, и каждый сам себя проверяет. И другого, когда слушаем и смотрим, он в какую сторону ведёт. И тем самым мы видим, куда этот человек ведёт. Ну правильно, вот так вот, что Павел говорит. Вникай в себя и в учениях, занимайся этим постоянно, ибо так поступает, тебя спасёшь, не слушающих тебя. То есть, всё время нужно в себя вникать. Смотреть, когда твое сердце клонится. Если ты привязываешься к предмету, к вещи, ты можешь стать её рабом. А через это тебя сатана уведёт, он куда-то уведёт. Или ты священник, или ты там патриарх, или просто бабушка какая-то. Ну, через привязанность сердечную мы отходим от нога. Где сердце ваше, там такое ещё ваше. Как, братья, вы думаете, может человек выходить на проповедь, не имея полноту знаний? Ну, я выходил, да. Видимо, молчать не получится. Все мы, наверное, знаем же, что как только уверуешь, тот уже молчать не получается. А знаний всё равно нет сначала. Господь сказал бы этому, Годоринскому, бесноватому, который хотел за ним пойти, «Иди, расскажи, что тебе сделал Господь». А что он сделал? А Господь его освободил от власти сатаны. Да. Это рождение свыше. И он пошёл и рассказывал в Вестеграде. О рождении свыше. Вчера слушал хорошую проповедь. Если хотите, кому дам ссылки. Геннадий Фаст хорошо говорит о рождении свыше. То есть было какое-то собрание православных людей. И он задаёт вопрос о рождении свыше. И люди, такое ощущение, как будто люди впервые вообще слышат. Вот почему-то это принято, как говорится, в различных динаминациях говорить о Духе Святом. А у нас почему-то говорят об этом. Я слушал действительно очень хорошее занятие. Он там, по-видимому, проводил. Мне так кажется, что я, кстати, от Ивнатия Тихоновича этот вопрос услышал впервые. И думал тоже, почему так происходит. Почему у нас в церкви этот вопрос, и эти слова не звучат. И мне кажется, что это, потому что трактуется однозначно, что всё сводится к крещению. И поэтому ни от чего другого там люди не видят за этим. Там есть, оказывается, вещи, которые надо ещё увидеть. Но об этом почему-то никто, то ли, может быть, на самом деле не знает. И священники, и никто никогда не говорил об этом. А об этом, я думаю... А, не меняй, говори таки. Я быстрый. Я вот хочу заметить, что, то есть, вот это подменили понятием воцерковлении, мне кажется, вот именно Духа Святого вы подменили этим словом воцерковлении. Ну, не может быть. Да. В общем, ключевое момент, оказывается, столько в этом заложено, а этого многие не знают, действительно. Я сейчас стараюсь, вот, с кем выдаётся делиться вот этой находкой. Кстати, спасибо, Сергей, ты же мне тогда до этого присылал. Я ещё тогда послушал, и сейчас ещё раз переслушал. А сейчас с вами разговаривает, потому что вот Женя включил. Она там слушает сейчас Георгий Фаст. Это очень полезно. Ну, за этим вопросом я тоже задача, в общем-то, я лично задавал отсюда, наверное, этот вопрос, и, в общем-то, ну, прежде я тоже, в общем-то, ну, первые десятников, потом были серьёзные подменили Тихоновича, и, в общем-то, этим вопросом были у нас, на самом деле, мы прострелили всю историю нашей цели, а вот то, что совершено подменили, это совершенно конкретно. Если вот открыть такой популярный, где энциклогенический портал Википедия, то, в общем-то, совершенно чётко сказано, что рождение свыше, будто православная церковь, отразляется именно в трещении. То есть вот именно, собственно говоря, так оно и есть. А вот если проследить, допустим, в совершенно конкретный момент его переживает Августин, и он его одноблаженный, да, он его описывает, этот день конкретно, вот именно так, как, в общем-то, его, и, наверное, следует, то есть как бы, ну, нет пройти невозможно. Потом, например, вот такое событие происходит, ну, сейчас, сейчас, ну, Паскаля, близо Паскаля, очень известного, вот этого учёного, он тоже совершенно чётко отменили, то событие, которое поменяло просто его жизнь. Это действительно очень серьёзный момент, с которого человек начинает жить, труды жить. И, собственно говоря, если у нас православие, которое отмечается к крещению, то так и должно быть к крещению, человек действительно должен возрождаться новой жизни. Феофана Затворника, что, Феофан Затворник, это, говорит, что благодать призывающая, обращающая и отвечающая. Он как бы разделил эту благодать, вот, ну, так, призывающая. Человек ещё не верующий совершенно, он ещё не знает, кто такой Бог, кто такой Христос. Он, может быть, даже вообще где-нибудь, он необретаемый приводит его жить, но, однако, это благодать призывающая открывает этому человеку на его суть, что у него внутри, что он, оказывается, раб греха. И этот грех властвует над ним, и он ничего не может сделать. Это стресс. Похоль там такая, ещё что-то. Он может бороться с этим, мучиться, ворвать себя в землю. И ничего не может сделать. И, наконец, он понимает, что кроме Бога никто ему не может помочь. И он начинает призывать Бога на себя на помощь. Он обращается, он призывает, он ищет того, кто может его освободить от этого плена. И вот этот момент рождения человека происходит, вот этот момент, во всё это время. Его борьбы, и, наконец, сознание беспомощности своей, что он действительно раб греха. Что он раб греха и мёртвых. И когда он начинает призывать Бога, то Господь ему всегда приходит на помощь. И освобождает его. Ему показывают, пример даже даёт. Что вот, я тебя освободил, иди дальше. А дальше ты должен войти в церковь. А в церковь без крещения ты не войдёшь. Ты должен креститься. Принять крещение, как по преданию святых отцов. В троекратном погружении. И вот уже человек, уже готовый, уже потаившийся, принимает крещение и входит в церковь. Ему объясняют, что тебе предстоит тяжёлая борьба с духом и злобой. Бесом. Когда ты умрёшь, неизвестно. Через 10 лет, через год, через день. Но этот промежуток у тебя будет всё время в борьбе находиться. И с самим собою, и с этим миром твоим борьбеем, и с весами. То есть, это... И тут действует благодарность освящающая, которая в церкви. Ты приходишь и приобщаешься к телу и крови Христовы. То есть, крещение, миропомажание, помажание Духа Святого. Освящение через... Всё это происходит. Освящение, то есть, очищение тебя. Но ты должен сам содействовать благодатью. Ты не должен быть сторонним. Как бы пришёл, и Бог на тебя всё сделал. Ты сам должен трудиться. А не просто так вот сидеть с вашей руки. Так, Юрий от нас удаляется. Ему пора у них. Поряд ли ночью уже. Юр, с Богом. Саша, Александр Калинин. Саша, у тебя есть... У тебя вот сейчас идёт вот такой, как говорится, обширный опыт такой общения с людьми. И вот вокруг тебя собираются много людей. Вот что ты наблюдаешь сейчас в людях? Есть жажда слышания слова и жажда ко Христу? Жажда есть. Просто беда в том, что православные до сих пор никак не поймут, что именно их ждут люди дома. Для людей, для нас, для всех православная вера, даже если мусульмане, рождённые в России, для них православие – это родное что-то. Что-то народное, священник – для них это вот что-то близкое, что-то такое очень близкое. И даже если человек не верит в Бога, если православный священник будет проповедовать, ходить по своему району, в своей деревне или в своём городе, то паства будет очень сильно расти. Если говорить о том, что здесь какая-то проблема, или с этой проблемой надо бороться, если она из сердца, именно о том, что мы не можем проповедовать. Господь сказал, вы идите, а я буду вашими устами говорить. Вы идите, вы делайте. Самое главное – имейте намерение. Для Бога самое главное – намерение. Если это намерение подкрепляется поступком и действием, и нашей душой, вообще сердцем, расположением к людям, то Бог вложит такие откровения. Я не знаю, у меня, может, это должно быть у всех вообще. Я иногда выхожу сказать людям просто случайно. Получается так, что то, что я хотел сказать, я об этом не говорю. И получается так, что я как будто бы себя уже со стороны начинаю слушать. То есть Господь просто даёт какую-то особую тему для тех, кто в этот момент слушает. И чем чаще мы это будем говорить, чем чаще мы будем проповедовать, потому что когда сердце болит за людей, когда наша душа постоянно в слезах, в крови других людей, в крови Христа, нас это раздирает изнутри. И здесь пропадают вообще какие-то законы, какие-то там, я не знаю, общепринятые правила или ещё что-то. Мы стараемся одно, мы стараемся идти, спасти, то есть помочь людям. То есть и тут вопрос вообще отпадает. Меня приглашают и во множество протестантских церквей, и православные храмы. Никто не спрашивает, где я там, благословил меня кто-то, или кто-то укрепил меня, или что-то подтвердил. Всем это не важно. Когда есть слово, когда есть достойное слово, когда это слово от сердца, от избытка любви в сердце, от избытка понимания жертвы Иисуса Христа, не ради какого-то тщеславия, ради какого-то там вообще положения, а ради того, чтобы донести до людей то, что болит в моём сердце. Истинность священства, это, наверное, вот эта бесконечная боль, когда я просыпаюсь по ночам и понимаю, что люди умирают, люди умирают и не каются. И сегодня я виделся с какими-то людьми, а не сказал им о Боге. Вот эта проблема, вот эта в моём сердце постоянно меня ломает, уничтожает. Я не могу с этим жить, я становлюсь какой-то болезненной вообще, вот моё сердце постоянно ломается изнутри. Но в то же время я всё время ищу возможность сказать людям всё больше и больше. И чем больше я её ищу, тем больше у меня возможностей появляется. А духовная практика, она всё равно есть практика. И чем больше мы будем говорить, тем больше Господь будет вкладывать в наши уста. Но я и одно понял, раньше у меня была тоже проблема такая, я не мог нигде говорить. Но Господь это всё дело поправляет. То есть если один раз, два, это всё три, оно потом уходит, и появляется та тема, которая важна. Не то, что у нас какой-то заученный текст для всех. Проповедь вообще, что такое проповедь? Проповедь это только то, что ведёт людей к покаянию. Ничто иначе. Если что-то не ведёт к покаянию, это уже не проповедь. Это просто общение, это какое-то там просто общение взаимое. А то, что ведёт людей к покаянию, то, что приводит людей ко Христу, то, что обличает их сердца и даёт познать истинную любовь Христа, истинную его жертву, истинную его полноту, его любви к нам, вот это и есть проповедь. Всё остальное, даже о ней не нужно задумываться, потому что она одна. Просто есть масса всяких тем, которые стоит затронуть для того, чтобы до людей донести эту истину, но о них даже по большому счёту не стоит задумываться, когда сердце полно любви. Вы взрослые люди, у вас есть опыт жизни, у вас есть опыт веры, у вас есть опыт духовный, общение с Богом, я уверен, что он у вас есть, прямого общения с Богом, потому что молитва в монологе – это не молитва, это просто монолог, это обращение к Богу. А истинная молитва – это диалог с Богом, это истинное слышание Господа Бога. И когда ты понимаешь, что рядом с тобой Господь, когда Он держит тебя за руку, когда Он идёт с тобой по жизни, когда ты понимаешь, что Он везде рядом, то тут отпадает какой-то страх. Просто появляется уже вопрос целесообразности. А вопрос целесообразия встает только тогда, когда ты понимаешь, метаешь ли ты жемчуж перед свиньями или нет. То есть один вопрос. Стоит ли в этой ситуации это делать? Много ли тут собралось тех самых свиней, которые смогут попрать Слово Божие? То есть вот этот вопрос встает. Все остальные вопросы отпадают. То есть единственный вопрос целесообразности. В данной ситуации или в данном моменте. Саша, ну я вот к чему хочу сказать. Вот Христос однажды сказал мне, сказал, врата ада не одолеют церковь. Дело в том, что если мы будем выходить с прямой проповедью, как говорится, и при этом не упоминая, не затрагивая церковных положений, которые идут от апостольских времен, мы уничтожим все традиции. И уже через некоторое время о православии, как таковом, говорить никто не будет. А может, Сергей, прости пожалуйста, Сергей, может сейчас время задуматься не о православии, а время задуматься о Иисусе Христе? Может тогда мы задумываемся о Христе, тогда придет и православие, тогда оно и вернется. Что такое православие? Это объединение людей в истине, в заботе о своих предках, о детях. Как раньше церкви строились? Церкви не на десятины строились, а десятины себе оставлялись. Люди все отдавали, все. В самых последних деревушках, где жило по 50 человек, стоят храмы. Какая-то себестоимость, которых оценивается на сегодняшний день в миллион долларов. Где они могли эти деньги набрать? Они их копили, они отдавали в надежде на то, что их внуки, правнуки будут объединены этим храмом. То есть вот она, вот она цель-то. Если мы будем цепляться за православие, то это ни к чему не приведет. Мы за него цепляемся уже сотни лет. А все падаем и падаем и падаем. Понимаешь, православие это вера от апостольских времен. То есть это вера, которая существует более двух тысяч лет, и которую мы не имеем права потерять. Мы должны ее передать нашим внукам или правнукам в той силе, которой нам ее передали наши отцы. Мы в первую очередь должны внести эту веру. И ни в коем случае никак не умолять ее вот этими нашими предположениями, нашими домыслами какими-то. Православие это и есть Христос. Сергей, по этому поводу, что хотелось бы сказать, послушав Александра, и действительно, когда человек горит, он, в принципе, заражает людей и может тем самым обратить их внимание ко Христу. И единственное, в чем опасность положения такого, когда мы о православии вдруг почему-то на какое-то время забудем, попробуем, то мы тогда уподобимся, в общем-то, любому протестанту и другому. Не в том плане, в том, что они плохие, а у них истинного спасения нет. И в итоге мы будем такие горячие проповедники якобы Христа, а истинного понимания спасения мы его можем и не иметь без православного вероучения. Мы-то веруем, что спасается человек через правильное исповедание веры. И вот здесь, мне кажется, ключик в этом случае, отвечая вот Александру, потому что здесь опасно, опасно отступать от этого. Я не сказал ни слова о том, что нужно идти куда-то. Я сказал о том, что нужно идти в правильную церковь, в православную. Но опять же, вот у меня происходят такие проблемы. Вот в какую церковь? Вот люди спрашивают, вот у меня люди каются, мы общаемся, то есть мусульмане приходят ко Христу. И люди спрашивают, куда мне идти? А в православной церкви проблема. То есть я ничего, я не могу людей посоветовать, я говорю, молитесь, молитесь и идите. То есть Господь откроет. Но опять же, как ребенок может молиться? Человек, только что принявший Христа без мозгов абсолютно, живущий какими-то инстинктами и опытом прошлого до Христа, как он может прийти в правильную церковь? В православии не все правильное. Я уверен, да, ваше церковь верное, вы идете правильным путем. Но тут нужно понимать, что не все такие, как вы. И более того, если посудить то, что произошло сейчас с Андреем Кураевым, то, что сейчас происходит вообще в православии, в общем, в этой основе церкви, в стержне церкви, она требует реформации. Церковь требует реформации. Не раскола, а реформ. Реформ именно духовных реформ. Пересмотрение всех этих моментов. Возвращение истоков, основ, возвращение Евангелия в церковь. Когда ты приходишь людям, говоришь о Христе, показывающей Евангелие, они говорят, да ты сектант, какой Христос? Дошло до того, что ты, говоря человеку о Иисусе Христе, они говорят, что ты сектант. Православные так себя не ведут. Вот основа сегодняшнего дня. Когда мы покажем, что такое православие, своим поведением, тогда оно и придет. И основа здесь любой, чтобы человек в итоге спросил, а ты откуда, друг? А ты говоришь, я православный. Чтобы, понимаете, в этот момент человек, когда спрашивают, откуда ты, вот, по крайней мере, в моей жизни, ему все равно уже, кто ты. Он хочет быть там, где ты. Хоть ты протестант, хоть ты кто. Он готов быть там, где ты, потому что его влечет Господь в этот момент. И когда ты говоришь, я православный, но, друг, пойми меня правильно, ты ему говоришь, я не могу тебе посоветовать церковь, потому что она на сегодняшний день практически вся в руинах. У меня есть Христос, у меня есть его воспоминания. Что может быть лучше в жизни, когда я помню Христа, я помню его слезы, я знаю его любовь к нам. Для меня это держит. Мне не что большее, большее знания в этой жизни, они мне никогда не дадут больше, чем я сегодня знаю. Михаил, хотел что-то сказать, да? Да, я хотел сказать. Церковь, она и останется в церкви. Даже если там останется один Иисус Христос, а все остальные выйдут из церкви. То есть, я могу рассуждать об очень многих вещах. Мне очень тоже хочется, чтобы и священники проповедовали, и люди читали Евангелие с любовью. И много-много чего мне хочется. Но нужно быть реалистом. А реальность такова, что идет отступление, и отступление будет подвигаться. И Господь сказал, найду ли веру на земле? А веру какую? Не сектантскую. А веру именно христианскую, православную. И что нам делать в этой ситуации? Гореть, конечно, хорошо. Но можно говорить и от не Духа Святого, а от воздуха. Можно гореть. Поэтому я бы сказал так, что где собранные двое литрое во имя мое, то есть собраны тем Духом Святым. И почему собраны? Потому что Христос искупил человека от власть и сатаны, примирил его с Богом. И Господь и Бог послал Духа Святого, утешит тебя. И церковь не просто так образовалась и существует сама по себе. Даже у нас много примеров. Ветхозаветные, красноречивый пример – это Илья. Когда казалось, что там все разрушено в церкви. Даже сыновья его и то прелюбодействовали на святом месте. Однако же люди что делали? Приносили жертву? Несмотря ни на что. Почему они приносили? Почему они приходили в этот Иерусалим? Ну, тогда не было Иерусалима еще. Почему они приносили жертву? Почему они Дестину отдавали? Вы говорите сейчас, Михаил, о тех людях, которые уже были с Богом. А я говорю о тех людях, которые живут без Бога. Я не служу тем, кто уже с Богом. Понимаете? Я хочу привлечь людей тех, которые сейчас живут в этом мире. Которые не понимают истинности Христа. Которые не понимают блаженства жизни вместе с Ним и счастья этой жизни. Вот для меня что. Эти, те, кто уже познал Бога. Я все равно буду ходить в православную церковь. Я все, хоть там никого не будет. Хоть ветер там будет летать. Я зайду в православный храм и поклонюсь к Богу, потому что здесь благодать. Ну, а если... А как туда привести человека, который... И как там сохранить человека, который только что познал Бога. И который ничего не понимает. А понимает только вот это блаженное состояние в сердце своем. Господь сказал, что без меня ничего не можете творить. И не я привожу в церковь человека, а Бог приводит в церковь человека. Я только могу свидетельствовать. И быть свидетелем. А Бог открывает в сердце человека по разумению и Священного Писания, и по разумению того, что он грешник и приводит его к покаянию. Я могу свидетельствовать и словом, и своим делом. И своим примером, допустим. Что мы не более. Именно в руках Божьих спасение человека. Он апостолу Петру сказал, что это не ты открыл. Это Бог тебе открыл. Что я Сын Божий. Помнишь? Поэтому говорить, что я принесу в церковь, это неправильно. Так и есть. Так и есть, конечно. Но нашими руками делается Божья воля. Нашими руками. Бог может привести без нас в церковь любого человека. Даже я могу взять самого себя, например. Вокруг меня никого верующих не было. Никто мне не проповедовал. Михаил, ну поймите, ну простите меня, если мы будем так мыслить, если мы будем мыслить так, что Господь и так все сделает, да давайте уйдем в келью, тогда спрячемся и свою благодать, которую нам дал Господь, свои знания, свою любовь ко Христу спрячем там за этими каменными стенами и не донесем до людей истины. Пусть они все погибнут, этот мир уже все, он уже конченый мир, пускай сдохнет уже весь. Да, мы должны так что ли мыслить? Нет, мы должны спасать людей. Господь хочет рядом видеть каждого, каждого, кто сотворен на этой земле, каждого из нас. То есть здесь нет такого, что этих Господь сказал, сделает. Не сказал Он этого. Он сказал, ребята, идите и проповедуйте Евангелие, благая весть для чего дана, чтобы вы шли и говорили о Христе. Для чего мы можем тогда сесть в себе и спрятаться, как эгоисты, спрятаться и сказать, так, я познал Бога, я буду... А я не могу, я не могу, я каждый день понимаю, что я умираю, если я спрячусь, я погибаю, я просто растворяюсь, я иду в ад. Я иду в ад, если я буду сидеть, если я буду... У меня много из возможностей ничего не делать. Конечно, я познал Господа, я уже... В принципе, я никогда не оставлю Христа, это я в 100% уверяю любого в этом мире. Хоть что со мной делать, я никогда не оставлю Христа. Но я понимаю, что к этому нужно привести других людей. К этому нужно привести остальной мир, который так развращен сегодня деньгами. Вместе в церковь. И опять же, мы вот сколько говорим, мы опять с тобой возвращаемся к одной и той же теме. Я спрашиваю, куда ты будешь приводить? Ты будешь, я не знаю, куда приводить, понимаешь? Нужно определиться, это изначально, это первый этап вообще в проповеди. Это первое, куда мы... Я говорю о том, что православие это истина, православие это вера предков, православие это вера, это церкви построены нашими прародителями, которые отдавали последнее, чтобы построить это для того, чтобы мы были в единстве и вере. Я говорю, но на сегодняшний день я не знаю, потому что я реально не знаю. Православие это исповедование Отца, Сына и Святого Духа. Поэтому оно православие. Это не сразу православие не появилось, но понимание того, что такое православие, это царианский споров пошло, Атария, который говорил, что не тут крестовое создание. Православные именно исповедуют. Это исповедование и является основным таким признаком, что это истинная церковь наша. Но дело в том, что не зная, куда привезти, значит никуда ты и не приведешь человека. Куда ты можешь привезти? Только не бояться недостатков, которые в церкви, открывать людям это на это благо. Это то же самое, что я буду строить, а кто-то будет сзади меня идти ломать. Я делаю это не для того, чтобы кто-то за мной это ломал. Понимаете, это судьбы людей сломаны. Если человек сейчас загорелся для Бога, а через день его какой-то священник взял и затоптал в храме, это беда, это проблема. А как вы относитесь к словам, что Господь сказал, есть люди, не знающие закон, но закон прописан в сердце у них. Поэтому спасены будут по сердцу своему, как знающий закон. Как вы относитесь к этим словам? Где написано? В Библии, в Слове Божьем. В Библии. Ну в гугле наберите, я не заучиваю конкретно, где я знаю. Но я знаю, наберите слова. Есть люди? Нет, раз вы говорите, вы сами скажите. Ну я могу на это две секунды потратить. Ну наберите в гугле, есть люди, знающие закон. Но вы сказали, вы наберите и покажите, где эти слова сказали. И мы разберем эти слова. Что там говорил Господь? Возьмем толкование сиселатства болгарского, других отцов. Посмотрим, что имел в виду Господь под этими словами. Если вы признаете церковь, то признаете святых, учителей церкви, которые объясняли священное писание. Это нету, нету. Но однозначно, призывая к Христу, надо конкретно давать ориентиры, куда человеку двигаться. И то, что касается неблагополучия нашей церкви, это не говорит о том, что не надо направлять именно в нашу православную церковь. Там вера истинная, а люди там могут быть разные. Поэтому, проповедуя Александр, можно смело говорить, истинная церковь православная. Есть сложности, но вы разбирайтесь, друг мой, и изучайте святых отцов. И Господь вас просветит и все вам откроет. Плюсь как просто. Не надо ничего так переживать, как вы переживаете, что там они куда-то погибнут. Неужели Господь меньше вас любит того человека, которого вы обратили ко Христу? Если этот человек такой, что он от первого преткновения в церкви сбежит, ему туда и дорога. Я таких людей видел, многих, которые пришли, им чуть-чуть не так сказали, и он уже сбежал. Да там и не было, значит, ничего. А если его ходят, а он стоит, его гонят, а он стоит. Вот кто остается истинно в церкви. Остальные так что-то красивых слов наслушаются и думают, что вы так вот горите. Сейчас я приду, и мне все будет, и там любовь. А там раз любви нет такой, и он бежит оттуда. Ну, он его ищет. Надо сначала отдать, а потом получит. И вот и все. Поэтому тут все как бы не так сложно. Правда говорить о том, что не так, не по канонам, не согласно со Священным Писанием. Но только вот в этом мы обязаны, независимо от того, кто перед нами стоит. Патриарх или бабушка какая. Да. Если мы не будем говорить, молчать будем в этом, и мы житцы. И мы, скажите, может, и не попадем никогда. Потому что мы промолчали, не предупредили человека об опасности. Предупрежден, значит... Саша, ты вот говоришь, что вы там братья, по слову. Мы общаемся очень часто, и мы делаем одно дело. И причем и материальное, туда, как говорится, средство вкладываем в это дело, и все свои силы, и любовь. Мы поэтому называемся братьями, понимаешь как. И мы не на пустом месте называемся, потому что мы несем большую часть времени своего. Мы отдаем Богу, и отдаем людям, и Богу. Мы, да, мы, вот мы. Мы, да. Господь. Значит, пока там со Светой нет, Александр, а пока еще есть соль, вот она, и все равно кончится соль-то почти. Мало останется, и будет конец. Все идет своим путем, все своей чередой. Мы должны сопротивляться, но отчаиваться мы не будем. Мы не должны сопротивляться, мы должны нападать против этого зла. Мы должны действовать. Мы знаем, что мы сильнее, а не человек с Богом, и сильнее всего. Бог тихий у нас. Все проблемы, которые есть сейчас, грехи, все, которые есть сейчас в мире, они все присутствуют в православной церкви. Не возьмем ваши. У каждого может быть своя маленькая ячейка, которая светится и которая в истине, но основа православия сегодня требует изменений. Основного, грубого, я бы даже сказал, изменения. Как Христос, когда он подошел к храму и развалил там все эти лавки. Мы также должны все это убрать. Свечки, иконы. Почему мы этим торгуем в храмах вообще? Вот я даже этот момент взял. Христос это все развалил, он это все разрушил. Он сказал, что не должно быть. Саша, вот тут, понимаешь, мы собрались, как говорится, мы стараемся чтить отцов и, как говорится, и правила церковных. Мы конкретно не торгуем, мы не взаимодавцы никакие, мы ничего подобного. Сергей, я про православие. Причем тут вы? Причем тут вообще каждый? Мы православные, понимаешь? Мы-то православные, и мы являемся церковью. И церковь, говоришь, это меценат. Ну ладно. Если вы хотите, вы можете взять на себя ответственность за то, что сейчас происходит православие. Я поговорю с вами на эту тему. Почему торгуют православие? Вы еще считаете, что люди не благословят вас больше, чем Господь расположит в их сердце? Благовестие, благовестник получает от благословения своего. То есть то, насколько вы скажете ему истинное слово, настолько он вас и благословит. И торговля в церкви, какая бы то ни была, свечами или еще чем-то, она вообще противоестественна. Она противопоказана Богу. Господь пришел, что он сделал в храме? Вы что думаете, в храме там были менялы сидели при Иисусе Христе? Или торговцы каким-то там чем-то? То есть тем же, что сейчас торгуют в церкви. Минялы почему сидели, кто раньше в храме? Потому что люди приходили, полыбирали жертву, брали там какого-нибудь там голубя, я не знаю, барана, овцу. А у них им надо было это разменять. Сидел меняла, который это менял, человек брал и уложил на алтарь за свой грех. Это была обыкновенная работа кассы церкви. Минялы сидели, это как кассовый аппарат сегодня в церкви. Получите сдачу, получите это. В церкви не должно быть этого. Соберите вы... По этой пресине мы и не торгуем, понимаешь как? Ну, я что, на вас что-ли что-то говорю? Я говорю, что вообще в церкви не должно быть вообще никаких денег. Это храм Божий. Все, что связано с деньгами, противоестественно Господу. Все, абсолютно. Все, что относится к церкви, относится и ко мне. Александр, я могу вас отчасти порадовать. Вот в нашем приходе, я думаю, что недельки через две, у нас из храма идет торговля. Представляете? Вот есть первые результаты. Так что вы немножко пессимист. Я не пессимист, я реалист, духовный реалист. То есть все тут понятно. Тут посмотрите, у вас одна церковь такая. Тогда, когда я поговорил с тем монахом, священником, он настолько возрадовался. Он говорит, да, на самом деле я сейчас все уберу. Все уберу. У меня ничего в церкви не будет. Так, вот здесь все сделано. Так, мы с ним общались долго. Пока он не посоветовался со своим настоятелем в монастыре. У него забрали телефон, у него все забрали. Все, человек просто уничтожен, понимаете, духовно. Он лез в петлю, и я не уверен, что вот три месяца назад, что он до сих пор жив. Ну ничего, у нас не все так печально. Вот видите, у нас пример такой, что вот у нас получается. У нас, понимаете, в храме не будет торговли. Вот и все. Так что движение есть, это все зависит от нас. Мы будем сами что-то делать, будет и делаться. Здесь как бы говорить легче всего. А вот самому сделать что-то, то есть прийти в приход конкретный вам, и там начать потихонечку свою работу. Ведь во многом положение в церкви сейчас таково, что настолько убедили уже прихожан, священники, своей аргументацией, что торговать в церкви – это не то, что раньше было. Это у нас совсем не то, что в Ветхом Завете. У нас тут это нормально, ничего плохого нет. И люди во многом не видят проблемы. А когда Слово Божие, как раз вот Михаил много об этом, как раз очень правильно и хорошо сказал, что надо самое главное начинать с изучения Слова Божьего. Вот его правильного толкования, понимания. И надо сказать, что никакие там Ветхий Закон, он не отменен, то есть Ветхий Завет, он якобы вообще весь пропал куда-то, бесследно. Нет. А на самом деле такая атмосфера, что это как будто уже ненужные вещи, забыть его почти надо. Он в каноне, но почему-то его не считают важным. Вот. С этого вы можете, вот вы горячий, молодой, изучите так, чтобы вы могли проповедовать с цитатами и с толкованием. И людям, которые пока еще не знают ничего, вы можете объяснить. Они скажут тогда, слушай, Александр, действительно, я с тобой. Давай с этим, с Иваном поговорим еще об этом. А вас когда будет трое, вы тогда подойдете к священнику. И тогда потихонечку и у вас уже что-то получится. То есть путь дел, он более плодотворенный, нежели критики такой неудержный. У меня нет критики. Разве я кого-то критикую? Я констатирую факт. То есть у меня нет критики. У меня есть, понимаете, у меня есть труды. Я тружусь. То есть я стараюсь привести людей к Богу. Люди идут, а люди погибают. А вас, вы их, потому что никуда ведете. Вы их зацепили за крючочком-то. А вот выбросить не знаете куда. Они придут церковь. Я знаю, куда. То есть я знаю, у меня есть много церквей, которые некоторые, раскольнические, некоторые еще какие-то. Для меня самое важное, чтобы с человеком общались, чтобы его вели. И для меня само православие, как таковое, РПЦ, для меня не имеет никакого значения. Для меня есть православие, как суть веры, как суть христианства. Греческое, русское, американское, зарубежное, какая-либо. Для меня суть православия, это есть вера. А РПЦ, БПЦ или еще какое-то ГПЦ, для меня все равно. Это не имеет значения. Поэтому мне самое главное, чтобы человек спасся в православии. Пока не будет выборности священства, у нас ничего не наладится. Пока выборности не будет, ничего не наладится. Люди должны сами выбирать себе священника. То есть это беда сегодняшняя. Православие ставят, непонятно, коловываются управление. Да, Михаил. Ну, насчет выборности. Апостол Павел сам выбирал. Кого хотел, того и руковолагал. Рукоположение священников, рождение свыше. Вот сектанты, они покаялись. Но в церковь не входят. Почему не входит церковь? Потому что, ну, какая гадость. Эта церковь православная. Сколько там всякого сячины. Не хочу. То ли дело у нас. У нас все чистенько, культурненько. Это приятно, в общем. Поэтому зачем я в церковь пойду? Вот Александр говорит, надо потрудиться. Нет у вас никакого понятия, что такое церковь, что такое православие на самом деле. Это не вера предков православия. Это вера Иисуса Христа, которую веру принес Иисус Христос. В Отца, Сына и Святого Духа. И раскрытое через апостола нам. Мое понимание должно соответствовать пониманию апостола Павла, апостола Иоанна Богоцкого. А не свое я предположение догадки или желание свое должен двигать. Второе. Ну, а третье. У вас, к сожалению, много раздражительности, я вижу, недовольства тем, что происходит в церкви. Но у вас нет совершенно переживания за то, что происходит на самом деле в церкви. Хотя вы и говорите, что вы переживаете. Вы нашли то, что мне сказали, эти слова, которые вы говорили? Вы их запомните, я вам скажу, вы их запомните. Есть люди, знающие закон, есть люди, не знающие закон, но закон прописан в сердце у них. И приму их как знающих закон. А от того, что вы хотите или нет, Господь вам все равно оставит эту информацию в голове, и вы все равно ее потом посмотрите. То есть я ее искать не буду, потому что это слово Божие, оно тем не менее, сказал я его или кто-то другой, оно тем не менее весомым не станет. Поэтому... Вы не нашли это слово. И это ваша интерпретация, по сути. Нет, это слово Бога, Ветхий Завет. Ну где? Нет, нет, Александр, вы не точны, поэтому вы не настаивайте. Нет, вы не говорите. У меня контекст какой-то есть такой, но вы неправильно говорите, поэтому вы не правы. Мы можем разобрать ваши слова, понять, где вы не правы. Вы найдите этот текст, покажите, и мы разберем по тексту священного... Ну давайте, сейчас, одну секундочку, ну сейчас, подождите. Здесь можно, Александр, знаете, с кого это касаться, слова, вот в том смысле, который я думаю, о чем говорить, если я правильно то место имею в виду. Тут, может быть, тех людей, кто о Христе-то не слышал, тот будет по закону совести уже судим. Представляете, кто не слышал о нем. А кто услышал, тот должен узнать его. Ну правильно, правильно. А при чем тут тогда вообще в православии, если о Христе люди слышат не только в православии? А дело в том, что вы про католиков спросили, а есть еще и другие, как вы знаете, церкви. Так вот, истина, она и там, и там есть, но где-то больше правды, а где-то ее меньше. То есть, человек должен через Слово Божие, через вот как раз рождение свыше, найти истину в полной мере, где она есть. Пусть она даже там не исполняется, а то учение, которое преподается в этой церкви, оно одно истинно. И вы уже, вы поищите, найдете. Вот и все. А так на самом деле нельзя туда-сюда звать. Это нужно туда прийти, но надо разобравшись опять прийти в итоге к православию, если у вас все с рождением нормально. Вот и все. Так что надо только в православную церковь и направлять, потому что истинно... Скажите, пожалуйста, вы просто ответьте мне, Александр, вот вы как человек, так знающий, вот если к вам приходит взрослый человек и говорит, я крещенный в детстве, вы как с ним поступаете? Он по-вашему крещеный духом? Есть же признаки, по которым можно определить. Вот, наверное, посмотреть. Если человек покаялся, решил, что он никакие грехи уже совершать никогда не будет, и во всяком случае по доброй воле, вот вам, пожалуйста, есть критерий. То есть вот надо проверить, этот человек соответствует критериям. Что делать? Вот он говорит, я хочу, я хочу дать обет Богу на верность, я хочу дать обет Христу, я хочу посвятить свою жизнь Иисусу. Я этого никогда не делал. Но мне говорят, что я когда-то это якобы в детстве совершил. Что делать в этой ситуации? А в детстве он мог родиться свыше. Я как раз вот не сторонник крещения детей в младенчестве. Тем не менее, вы бы перекрестили человека? Вы возьмете на себя ответственность перекрестить? Перекрещение возьмете на себя ответственность? Я такие перед собой вопросы не ставил, но для меня это несколько темно такая опасная. Я не берусь. Смотрите, когда вопрос стоит в православии, возникает масса вопросов, которые противоречат Господу. То есть в основе сегодняшнего дня. А если бы этот вопрос возник у нас с вами 300 лет назад, мы бы даже не задумались. Конечно, он не был крещен. И действительно младенцев начали вот совсем недавно. Из-за занятости священника. Мы собрались для того, чтобы понять, что мы можем сделать для нашей Церкви. А не просто так раскритиковать и разойтись. И сказать, а ладно, у них там все плохо и так далее. И для этого мы собрались. В отличие от вас, Александр. Поэтому у нас переживания другие. Не как у вас. У нас есть символ веры, который нам поставили Святые Отцы. В котором говорится, что мы веруем во единое крещение, в отравлении грехов. И единое крещение значит один раз. Александр, вас никто не заставит покрестить ребенка. Понимаете, свобода полнейшая. Вот кто понимает, как вы. Понимаете, вот пусть. У вас есть полная свобода поступить, как вы считаете, по Священному Писанию. Все-таки мы должны опираться на Священное Писание. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.